Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, всё, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит ещё одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас ещё то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon и добро пожаловать в наш пятый сезон в 61 серию. Что мы будем делать? Сначала мы пойдём и выложим вот это всё по нашим сутокам, потому что, как вы можете заметить, что вещей у нас дохренищие и вот это всё нужно выложить. Бесполезных, мне так кажется, вещей, которые, в принципе, ну тупо никакой роли сейчас не играют для нас. Если был бы у нас магазин, то, если вот, например, в этой серии пойти сделать магазин, то только на этой... На вот этом всё мы настолько напасёмся, что это с ума сойти можно будет. Но в этом сезоне у нас магазинов нету, продавцов нету. Поэтому, в принципе, мы не будем это делать. Так, что ещё тут можно выложить? Вот так. Не, ну действительно, на самом деле, ребят, если бы мы вот это всё продали, то в первую очередь мы бы, наверное, себе экспешеры купили, потому что... Ну, как ни странно, они ещё до сих пор нам только одна штука выпала, и то я не представляю, как она выпала. Ну, хотя бы, знаете, хотя бы одна штучка выпала, это уже... Это уже нормально, потому что если бы ни одна не выпала, я не знаю, как бы мы сейчас, в принципе, качались. Так мы и так не очень-то нормально качаемся с одним-то экспешером. Но хотя бы лучше, чем никакой экспешер, да? Так, ну что, вроде всё. То есть всё мы выложили. Что мы сейчас можем делать? Что мы сейчас можем делать? Я не знаю, сейчас ночь, чтобы идти поспать, потому что дождь я не хочу сейчас. Тут у нас что? Нифига. Нифига. Так, ладно. Ребят, что мы будем делать? Сначала, в первую же очередь, давайте заменим Эмпулиона. И, наверное, знаете, что мы сделаем? Сделаем сортировку в этой серии. То есть, нужно, нужно уже давно сделать. Честно, я просто забыл вообще, что это нужно сделать. Поэтому, наверное, сейчас мы сделаем Эмпулиона. Мы заменяем нашего-то давно, мы, в принципе, хотели. И сейчас мы его заменим. Так, ну что, ребята, давайте будем уже, в первую очередь, тут, в первом, как бы, в первом ящике будем, наконец-то, наводить уже порядок. Давайте, в первую очередь, тут у нас в списке будут водные покемоны. Снизу, во втором электрические, в третьем травяные, в четвертом огненные. Так, ну, пока что вот так, Кабутопс. Кто тут у нас еще есть? Глассион. Венозавра мы ставим сюда. Ну, нужно, ребят, согласитесь, что порядок нужно сделать, потому что это уже Капут вот с таким беспорядком тут у нас находиться. Давно, да как давно, мы вообще, в принципе, вот это не очищали, так что... Не сортировали, то есть... Так, во втором вроде ничего. В третьем ферролигатор еще нужно вот сюда положить. Гипно. Вот. Это давайте, в принципе, тогда, я не знаю, сюда уже, что ли. Электрический. Электрический еще вот сюда. Инфернейп. Сюда. Ребят, пишите в комментариях, если я кого-то случайно пропущу, потому что я тоже иногда могу просто-напросто не заметить. Панета еще нет, потому что панета не прокаченная. Ну, вот Эмпулиона, да. Вот сюда. Кто тут еще есть во втором боксе? Ну, ферролигатора. Я не туда поставил, да. А зумарила, в принципе, тоже нужна. Куда-то. Тогда в пятом у нас будут... То есть тут водные, электрические, травяные, огненные. А в пятом и травяные, и огненные, и электрические. Вот это все вместе взятые, потому что не хватает вот этого ячеек, чтобы всех поместить. Кробат. Чертуга еще не прокачена. И вагона нужно будет прокачивать. Ну, это, в принципе, ребят, мы это будем потом прокачивать, но... Это же все сначала нужно по списку, как бы, ну, не по списку, а так прокачивать. Кто у нас идет? Вот, например, выложили водного, взяли водного, да? Можно и так сказать. Ну что, тут вроде уже никого нету. В этом, в первой. Тут вроде... Тут нормально. Тут нормально. Вот тут еще Агрон и Алаказам нужно потом будет заменить, но все же. Тут Синдоквилл вместо Зурарка будет. Зурарк тоже еще, в принципе, не прокаченный. А во втором, знаете, во втором, давайте, может, запихнем легенд, чтобы они сразу были во втором. Допустим, вот сюда. Легенд и Иви, ребята, мы туда запихнем. И, в принципе, наверное, редких покемонов. Вот точно. Свамперд еще. Свамперд вот сюда. Кто у нас есть? Легенда. Артикуна у нас еще есть. Еще Эмбуар. Точно, нафиг. Эмбуар. Тоже вот сюда. Ну, и Легенда, да? Райко. И вроде все. Ну, и Гроудоша у нас есть, но, в принципе, Гроудона мы выкладывать сейчас не будем. И Иви. Я хочу во второй бокс всех Иви поскладывать. Давайте вот так, пускай будет, что ли. Это сюда. И Иви давайте, в принципе, вот сюда. Пускай будет. Знаете, ребята, соберем всех Иви в одной ячейке, можно и так сказать. В принципе, даже не поместится, но все же. Во втором боксе у нас будут все Иви. Только я сейчас, в принципе, больше никого не вижу с Иви. Хотя там еще достаточно есть количество. Ну, вот, Эспион еще вот сюда. Я знаю, ребят, я могу кого-то пропустить, но все же не кричите, потому что просто-напросто, как любой человек, я могу не заметить. Так, тут уже больше никого, то есть Иви нету. Небольшая такая чистка. Так, тут никого, никого, никого. Смотрю, в каждом слое, чтобы не пропустить Иви. Тут. Тут вроде тоже уже вроде никого, хотя у нас вроде до хрена Иви. Но вот тут, вот, Лифион, Иви вот сюда, да? Если мы туда Лифиона поставили, значит, вот сюда замечательно. А, есть еще Иви. Флориона тут нету. Папуриона мы забрали. Жолдиона нету, мы качаем. Ну, вроде все. Вроде как-то вот так. Потом, если что, потом еще будем делать вот эти все очистки. Так, ну что, ребят, я не знаю, там ночь, не ночь, потому что поспать нужно идти. Эээ, нет. Ну, если не ночь, то тогда, в принципе, мы просто-напросто выключим дождь, что ли. Или пойдем в Саванну, потому что, как вы помните, в Саванне может заспавиться алтарь Забдуса, а он как раз нам очень-очень нужен. Давайте куда-то сюда. Минус 2200, 3300. Минус 2275, 3300. Ну, ладно, не 3300, а где-то... Ну, в принципе, это и так большой разницы, как бы. Вот так. Это у нас там кто? Ну, ладно. Ну, что, ребята, потопали быстренько, будем смотреть. Кричите, кричите, если что, если увидите где-то... Это кто у нас? А, ну, в принципе, просто какой-то очень яркий цвет. Если увидите алтарь... Орите, ну, ладно, не то что орите, но кричите очень-очень, ребята, потому что, если я его не замечу, это будет не очень. Вольпикс. Вольпикса можно словить. Его у нас нету, а огненный, в принципе, нужно, потому что у нас уже вроде сейчас огненного, кроме Синдеквила, нету. А, нет, хотя у нас еще есть магмор есть. Ну, и Шенни Гровайл. Сейчас лучше выключить дождь, потому что ни хрена не видно ночью с этим дождем и шейдерами, в принципе, да? Да, в принципе, вообще ночью ни хрена не видно, поэтому, наверное, ночью мы летать не будем, а, наверное, просто-напросто потопаем на Бишарпов. Так оно, наверное, и будет. Чтобы... ну, чтобы прокачаться. Две тысячи... так, минус две тысячи, сто пять, три тысячи. Ой, да ты ж нафиг. Вот так. Ну что, ребята. В этой серии, за эту ночь, как думаете, кого мы прокачаем? Я не уверен, но если получится прокачать желте... Нет, нафиг, иди сюда. Если получится прокачать желтеон, это будет очень круто, потому что если мы его прокачаем... И праймейпа. Хотя это вряд ли двух покемонов, но все же. Если получится, поэтому я говорю, если получится. То это будет круто, мы сразу пойдем выложим двух покемонов и возьмем каких-то двух новых, да? Но пока что я не вижу, чтобы кто-то спанился. Хотя бы один Бишарп. О, только сказал, и он уже заспанился, как всегда. Ну, сразу же вступил в бой, и это не очень круто, потому что сейчас нужно, наверное, ждать. Но сзади нас как раз еще один заспанился. Иди сюда. Вот. Нифига себе, что за бред был? Как бы не попал, да? Я уже почти отозвал его, и потом как-то попалось. Ну, хрен его знает, что оно там. Ну, ох, вы в бою тут вот эти... Не, ребят, вот тут это долго будет, поэтому... Давайте сразу сюда потопаем. Будет круто, если бы хотя бы праймейпа успеем прокачать, или желтеона, но... Это тоже такое дело. Знаете, желтеон еще девять уровней, праймейпу шесть. Посмотрим, ребят, не будем говорить, потому что я не в курсе, как получится. Нифига себе вот это попал. Так. Ну, ладно, давайте вот так. Ух, 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 ух. Вот это мне нравится. В том смысле, когда спамится большое количество бишарпов, еще, знаете, так, рядом, да, что не нужно далеко летать, то это круто. Но иногда бывает наоборот. Что спамится где-то хрен не узнает, где, во-первых, а во-вторых, могут вообще не спамиться. Есть такой, знаете, иногда период, что прям, ну, никто, ни один бишарп тупо не спамится. А иногда они тупо спамятся и сразу в бой вступают, что тоже на самом деле бесит. Так, ну, 5-4, ребята, надеемся, надеемся, что успеем прокачать. Хотя бы праймейпо, ладно, не говорю, что желтеное, потому что праймейп на один уровень выше. Но иди сюда. Так, замечательно. Сколько там? Ух, уже, уже, нифига себе, уже пролетело. Уже, 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 уже нафиг больше, чем половина ночи прошла. Как-то быстро. И поэтому нужно поспешить. Хм. Ну, давайте, ладно, ребята, действительно, нужно быстро. Три, вот, желтен догнал. Три, три, в смысле, догнал по уровню, но, я не знаю. Ой, не того кинул. Хотя нет, того. О, кстати, после желтеной, после... После праймейпо мы будем качать Сайтера. Ну, логично, да? Сайтера, потом Люксио, а потом Ашавота. Вот это, вот эту хрень я просто не люблю. Тут с кем он дерется? Ну, вот эти Бишарпы, это сумасшествие какое-то. Ну, с кем они дерутся? С кем они вступают в бой? Так, ладно, на тебе. Два и два уровня. Давайте, Бишарп. Еще, еще, чуть-чуть. Уже, ну, хотя нет, как раз сейчас половина вроде ночи. Что-то я загнул так. Вот вы нафиг. Ну, ладно, сейчас посмотрим, что и как получится. Вы там долго еще? Я не знаю. О. Ну, я не знаю. Наверное. Наверное, успеем все-таки, ребята. Это круто, потому что в конце серии мы сразу двух покемонов выложим. И возьмем на их место кого-то другого. Честное слово, сейчас, именно сейчас, я хочу словить Риулу, я хочу словить Дратини. Но, как вы видите, не всегда получается. То есть, заспавнится. Если заспавнится, конечно, мы попытаемся словить. Но это тоже, знаете, не от нас зависит. Так же, как с легендами. Заспавнится, заспавнится. Мне интересно, ребята, знаете, что еще? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Как спавнится Энтей и Суикун? Вот это мне просто интересно. Ладно, Райку спавнится там обычно, да? Мы летаем днем, да и все. То есть, днем. Или на закате он вроде спавнится. Что-то такое. Потому что... Нет, не желтен. Я надеюсь, ты не прокачаешь один уровень. Потому что, если прокачаешь, это жопа будет. Ху. Не прокачал. То есть, Суикун, Энтей, да? Точнее, какой Суикун, Энтей? Все назвал, но не то, что нужно. Райку. То есть, если Райку спавнится там или днем, или там на закате. Что-то одно из двух, да? Ну, в принципе, потому что он уже много раз спавнится. То как спавнится... Как спавнится вот это? Так, это тогда вот сюда. Как спавнится Суикун и как спавнится Энтей? Точнее, где они спавнятся и в какое время суток. Суток. Потому что я не в курсе, честно. Ну, Суикун вроде обычно на пляжах, да, спавнится? То есть, где-то возле океана. А вот где спавнится... Ну, вот. И что еще? Он спавнится там на пляжах. Это да. Но я не знаю, когда. То есть, ночью, днем, на закате, на рассвете. Вот это я не знаю. Плюс к тому, я не знаю, где спавнится Энтей. Вроде говорили, что он в горах вот так спавнится. Но я не знаю, когда. Если бы он спавнился ночью, то, мне кажется, мы бы его уже 100% словили. Потому что... Мы столько времени тут ночью провели, что это тоже с ума сойти можно. Поэтому, мне кажется, он бы уже заспавнился. Но... Тоже знаете. Мне говорили, что Мью спавнится на рассвете. Поэтому, можно сейчас будет пойти попробовать. Чай координаты возьму. А то там такие координаты, что хрен за помощь. Пойдем, в принципе, попробуем. Почему бы и нет. Увидим. Потому что, честно, я бы хотел Мью. Вот с кем он опять в бою нафиг? С Норлаксом как-то на таком расстоянии. Что я вообще не догоняю, что иногда происходит. Ну, ладно. То есть, это такое. Ух, нахрен. Ну, вот ты зараза. Ладно, пока... Это выкинуть, это выкинуть. Пока еще ночь. Давайте, может... Трепяхнемся. Минус 70. Минус. Вот, в океане, да? Ну, да. Далеко мы, конечно, от острова. Но все же. О, рассвет. Рассвет. ТП. Вот. В джунглях нужно будет постоять немного. Ребят, сейчас посмотрим. Заспавнится кто-то и не заспавнится. Потому что писали, что Мью лучше, как бы, всего спавнится на рассвете, да? Ну, все, ребят, не забываем. Кто может, напишите в комментариях. Когда точно спавнится Энтеи, когда точно спавнится Суикун. Селаби, вроде, обычно днем спавнится, что ли? Ну, как обычно? Если бы обычно, то уже бы сто раз спавнится. Не, ну, я о том говорю, что вроде Селаби, она или он, днем спавнится? А, еще и Райкваза, нафиг. Но Райкваза, это отдельная история. Так же, как кто помнит в предыдущем сезоне, там вообще с ума сойти, что было. С этой Райквазой. Ну, ладно. Селаби, вроде, днем в Flower Forest. Мью, ну, Мью в джунглях. Только, чтобы она тоже заспавнилась, это дело времени. Да, и не то, что времени, а, не знаю. Если мы тут будем ждать, и не знаю сколько, чтобы она заспавнилась, она, в принципе, как всегда, может не заспавнится. А если мы будем мимо пролетать, как, например, с тем же, нафиг, Райку, что мы где-то рядом были, он заспавнился. Мы были в шахте, нахрен, под землей за сотни блоков от равнины, и он заспавнился, нафиг, наверху. Не от равнины, а от саванны. Заспавнился где-то наверху, нафиг, 200-300 блоков от того места, где мы находимся. Мы находились в равнине, в шахте. За пару сотен блоков у нас была равнина, и он нафиг там заспавнился. Поэтому, ребят, это тоже, знаете, дела самих легенд, да? Захотят заспавнится, захотят нет. Или просто какой-то такой момент, уже именно, знаете, выбрать, что... Ну что, Суикун, вылазь, если ты на пляжах спавнишься. Но, это тоже такое. Тут, может, не заспавнится. О, ща, давайте, ребята, тут круто, мне кажется, выглядит. Как раз тут постоим, и может еще и мю заспавнится. Может, мю ты слышишь, может еще мю заспавнится. А знаете что? А может нам домик какой-то маленький построить тут, на пляже? Потому что давно, как я уже, в принципе, в прошлой серии говорил, что был у нас домик на пляже, где мы ловили рыбку, и нафиг за спиной заспавнила семью. Поэтому... Можно даже попробовать, знаете. Ну, а вдруг заспавнится? Хрен его знает, конечно. И плюс к тому, тут еще и пляж, поэтому вдруг и суй-кун надумает. Так, тропиус у нас уже есть. Нифига себе тут красиво. Вот такое углубление, знаете, море, и такое углубление в остров идет. Это реально прикольно. О, там данж я вижу. То есть углубление вот такое идет в джунгли, да, что... с затока, или как это называется, вот так, как бы. С океана идет вот сюда. В принципе, это круто. Так, ну, смотрим, смотрим, чтобы... Если кто-то заспавнится, чтобы не прозевать вот это. Так, ну что, ладно, тогда быстренько полетим к данжу. Если ничего там толкового не будет, то я, в принципе, не знаю. Да, я не знаю, что там может быть для нас толковое в данный момент. Даже если те же алмазы попадутся, то... Не, я не скажу, что они нам очень нужны, вот эти алмазы, если честно. Что мы с них дальше будем делать? Ну, ладно, то есть... Лишние не помешают, но... Ну, что уже просто, знаете, нечего делать. Так. Это, это. И вот тут еще где-то должен быть сундучок. Но... О, Шайни. Диглит, диглит, диглит Шайни. Офигенно. Ты нам очень нужен. Честное слово, ну, диглит, ну... Ты, ты прям... Ты прям чувствовал, что ты нам очень нужен. Нахаре меня бить. Так, ну, ладно. Отсюда можно выбираться, в принципе. Мью обиделась, реально обиделась. Так же, как, наверное, все другие легенды обиделись. Что-то они не хотят дружить с нами, как я понял. Ну, да ладно, не будем мы уже над этим париться. Пойдем. Куда я там шел? Сюда, что ли? Ну, тут, да, есть что-то, но... Главное, чтобы опять райкоу не заспавился. Райкоу попробуй только заспавиться. Я уже не знаю, что я с тобой сделаю, но... Три райкоу уже, которые заспавились, это с ума сойти. Так бы хотя бы нафиг. Алтарь Забдуса заспавился. Потому что он действительно нам нужен. Но... Как видите, ребята, тоже не очень. О! Рарбос. Ну, тоже не всегда кто-то хочет спавиться. Ну что, ребята, сейчас, в принципе, мы уже, наверное, будем идти домой. Выложим вот этих двух покемонов, которые мы прокачали в этой серии. И, наверное, пойдем добавим музей. Несколько человек, потому что, как я уже ранее говорил, кто смотрел, я не хочу очень зацикливаться на музее. Потому что, действительно, этот сезон превратился не в пиксельмон, а сезон с музеем и дополнительный мод пиксельмон, можно и так сказать. Ты нафиг попадешь когда-то в него, наконец-то. Поэтому нужно реже, в принципе, вспоминать музей, чтобы много на нем... Ну, не зацикливаться, можно и так сказать. Так, ну что, ребята. Полетели. Посмотрим, вдруг повезет, вдруг какие-то горы будут. И вдруг какой-то алтарь будет, да? Какой-то. Я не думал, что мы вообще так быстро найдем алтарь с Молтреса, да? Я думал, что, в принципе, алтарь там с Абву, не с Абвуса, а Артикуну, да? Потому что они всегда так, можно сказать, часто спавятся вот в этих зимних биомах, да? Но Молтреса, офигеть. А вот сейчас вот этот алтарь... Алтарь Забдуса как-то не очень хочется спавиться. Ладно, давайте еще тут быстренько полетим, посмотрим. Ничего нету, идем домой, меняем покемонов, добавляем там двух-трех людей в музей и на этом заканчиваем. Но, как я понял, ребята, нихрена тут не будет. Ну вот тут есть еще 1100 минус 1100, ой, 75, 1400 что ли. Смотрим, ребята, смотрим. Если я прозеваю у Арити, там босс был, но да ладно. О, еще деревня, ни хрена себе. Ну, деревня... Тут еще горы есть. О, нифига себе боссов. Так, это у нас там кто? Эканс. Опа, нормально. Ну, ни ёр, ни чай. Так, давайте быстренько. Главное не убиться. Главное не убиться. На принципе, можно и Мэджикарпа попробовать убить. Опа, да. Убили. Сейчас пока Люк все будет эволюционировать, он уже попадет. Ну, ладно. Давай, 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 давай. Прокачивайся. Ох, ребята, друзья, я не знаю, что делать с этим алтарем Забдуса, честное слово. Это намного сложнее, в принципе, что мы делали в предыдущих сезонах. Мы шли, собирали алмазы и, в принципе, нам просто покупали, да. Но сейчас это реально намного сложнее, в том смысле, что... Ну... Что нам делать, то есть... Не находим? Ну, в том-то смысл, да, что нужно находить. А это не так-то и просто. Так. Ну, чё, Энтей? Точнее, какой Энтей? Райкоу. Давай, спамся ещё раз. Ну, давай, давай. Чтоб прям... Труль года нахрен был бы. Мари... Ну... Ну, тебя можно, тебе... Ты большущая. Большущий. Вот, попал. Тебя просто попасть, в принципе, можно так сказать. Так. Так, а это... Ну... Ух ты, нафиг. Вот... Ну, 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 никак. Ну, ну, нафиг. Ну, никак. Ни экспешер, ни какие-то легенды. Я не знаю. Это реально какой-то троллинг, нафиг. В этом сезоне небольшой. Арон. Ух, нафиг. Я не знаю, честно. Мы уже Аарона давным-давно прокачали. И... Уже Ягрон есть. Я не знаю, честно. Ребята, что скажете? Ловить, не ловить, чтобы потом заменить его на обычного. Ах, ну, ладно, иди сюда. Если успеем, конечно же. Ну, по сути, ты где-то тут, я тебя слышу. Хотя, это вроде Диглит был, но ладно. А, ну, ладно. Успели, нафиг. Так, ну что, давайте еще быстренько сюда полетим. Еще облетаем чуть-чуть вот эту равнину. Хотя, тут вроде уже конец. Рарбосс. Экспешер, мы тебя просим, да? Ребята, мы просим экспешер, просим. Если бы ты еще, нафиг, спускался быстро, было бы круто. Ну, хотя бы, ладно, не экспешер, но вместо экспешера заспаньте где-то нам. Алтарь. Нафиг. Короче, ребят, я не знаю, что делать с этими алтарями. Может, напросто, знаете что? Что, забьем нафиг на этот алтарь? Потому что, ну, как забьем? Но в конце сезона, что мы будем делать? То есть, чтобы закончить сезон, нам нужно словить всех покемонов. А без алтаря мы ни хрена не сможем. А заканчивать без Забдуса... Вот вам, ребята, тактика. Записывайте нафиг. Тупо нужно положить большой хрен на алтарь Забдуса и начать говорить. То есть, все, нам уже алтарь Забдуса не нужен. Зачем нам нужен алтарь Забдуса? Давайте просто забудем на этот алтарь Забдуса и все. И не будем его искать. И только я вот это сказал, как только он заспанил с алтарь Забдуса. Иди сюда, я хочу тебя увидеть. Свершилось. Свершилось чудо, ребята. Мы нашли, наконец-то, алтарь Забдуса. Дайте вздохнуть, потому что... Ультимейт босс. Ну, согласитесь, что... Ну, долго мы его искали. Согласитесь, что долго мы его искали. И, наконец-то, мы его нашли. Уже почти... Мы его нашли тогда, когда я уже хотел уходить. Ну, попади ты уже нафиг у него. Я не знаю, какая это текстура или что это. Я тебе в жопу кидаю прямо или... Вот, смотрите. Я не знаю, куда ему кидать. Вимя ему кидать, походу. Короче, все-все-все выпадает, но не то, что нужно. Ну, в принципе, это всегда так, что вы хотите. Ну, ладно. Зато... Зато алтарчик мы нашли. Ребята, круто. Честно. Круто. Потому что это действительно... Ну, искали. Ну, долго мы его искали. Нужно запомнить. Вот, где-то вот тут. Все. Ребята, в следующих сериях мы, наверное, просто... Ну, берем орб и начинаем прокачивать. Начинаем прокачивать орб. И будет у нас последняя легенда. Точнее... Последняя легенда... Легендарная птица, да? Фу. Ну, хотя бы, наконец-то мы его нашли. Фу. Так, ну что. Это, в принципе, так. Нормально. Вместо желтеона. Желтеона куда? Вот сюда, да? Вместо желтеона давайте возьмем... Я не знаю, честно. Давайте подумаем. Кого бы взять вместо желтеона? Снизил пизл. Сил. Вульпикс. Литвик. Так, давайте Синдек Милла возьмем. Хотя... Хотя нет, пока что не будем Синдек Милла брать. Давайте Магмара возьмем. Вот, сюда. И вместо Праймейпа... Давайте Джио Дуда возьмем. Ну, не знаю, почему, просто захотелось. Ну что, быстро в музей. Ну что, ребята, давайте добавим. Первый человек у нас на Праймейпа. Мистер Дарк. Он уже был в музее, но он вылетел. Ну, я сейчас его опять добавляю, я прошу прощения, но я просто, знаете, что-то мне как-то неправильно показалось. И мне показалось, что он там вроде не комментирует или что. Но, в принципе, он комментирует, поэтому я как бы его обратно возвращаю. Если захочешь, я тебе, в принципе, могу возвращать на того же покемона, где ты был. Но, в принципе, если ты захочешь. А сейчас ты, в принципе, будешь вот там стоять. На Монферна у нас попадает кошка. Поздравляю, ты тоже попала в музей. Дальше по Вне Орда. И третий человек, который я сегодня добавлю в музей. То есть, больше я не хочу добавлять. Да, можно добавить еще людей, но, знаете, тоже должна быть мера, тоже должна быть своя очередь. Елина Гаврюшина. Тоже поздравляю, ты попала в музей. И что, ребята, в принципе, на этом мы, наверное, уже будем заканчивать эту серию. Больше я не хочу ничего сказать. Мы сделали, точнее, мы не сделали, а мы нашли алтарь. И это очень круто. В следующей серии мы себе сделаем электрический орб. И, в принципе, начнем его прокачивать. И через какое-то количество серий мы уже, наконец, себе заспавним Забдоса. И у нас будут легендарные... Три легендарных птиц. И это будет круто. А потом, в принципе, тоже, наверное, возьмемся за их прокачку. Хотя, я даже, честно, я не знаю, нужно ли их качать или что. Потому что это будет долго и нудно. И я не вижу смысла их от 70 уровня прокачивать до 80. Сколько мы уже играем с Грундоном, до сих пор он 79 уровень. Хотя он уже много кого прокачал. Поэтому я не знаю. В следующей серии мы также Сайтера эволюционируем. И, наверное, Гравелера в Голема. Потому что он тоже через трейд-машину эволюционирует. А кто знает, как мы эволюционируем наших покемонов. Также у нас Магмор. А Магмотар нам еще тоже нужно эволюционировать. Короче, ребята, у нас в этой команде три покемона, которые эволюционируют через трейд-машину. Поэтому в следующей серии мы, наверное, их так и будем прокачивать. Ну что, ребята, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи. И всем пока.